Уже никто и не помнит, что до 2005 года никаких Google карт не было. В этом году мы отмечаем их 17-летие и смотрим на возможности, которые они нам дали. Начиная от прокладывания маршрутов во время путешествий и заканчивая путешествиями онлайн, которые доступны благодаря спутниковым снимкам. А еще Google Maps позволяет нам рассмотреть с высоты птичьего полета те объекты, которые трудно обнаружить во время прогулки. В этом выпуске мы отправимся с вами в путешествие по необычным координатам Google карт, чтобы увидеть такие необыкновенные объекты, как жилье в виде самолета в лесу, надписи и рисунки из деревьев, затонувшие корабли и объекты, объяснения которым никто дать не может и по сей день. На этот самолет билет вам точно не потребуется, потому что он в лесу. На Google картах среди сельской местности в глубине деревьев можно обнаружить самолет. В 2003 году экс-инженер Брюс Кэмпбелл из Америки купил у одной из авиакомпаний Греции пассажирский самолет Boeing 727 со 220 тысяч долларов. Брюс попросил доставить его в лес. И действительно, самолет прибыл в лес в сельской местности штата Орегон, в США. Мужчина же, в свою очередь, переделал самолет под жилье и проживает там вот уже более 15 лет. И даже проводит экскурсии по своему необычному жилищу, которое в шутку называют холостяцким логовом. На экскурсии к Брюсу записываются как заранее через сайт, так и иногда спонтанно приходят. Мужчина совсем не против. Всегда радушно встречает гостей и рад возможности познакомиться и пообщаться с людьми со всего света. Самолет обладает историей. Когда-то на нем было перевезено тело умершего миллиардера Аристотеля Анасиса, чтобы похоронить его в Греции. Ленину 100 лет. Чего? В 1970 году отмечали столетие товарища Ленина. Да с таким размахом, что в некоторых местах были посажены деревья таким образом, чтобы они смогли создать надпись «Ленину 100 лет». Для такой операции потребовалось около 40 тысяч саженцев, а длина всей надписи составляет около 600 метров. Автор самой известной зеленой инсталляции – лесничий звериноголовского лесхоза Курганской области Александр Григорьевич Канщиков. В 1967 году он подумал, что к будущему юбилею Ильича было бы здорово подготовить что-то необычное. И тогда он выбрал участок между поселком Труд и Знания и селом Звериноголовское. Там свою идею он и воплотил в жизнь. Несмотря на то, что с тех времен прошло немало времени, надпись до сих пор отчетливо видна. На территории всего бывшего Советского Союза находится свыше 50 подобных надписей. «Победе 60», «Октябрю 50 лет» и так далее. Какие-то творческие композиции уже не разглядеть, поскольку они сильно заросли. Но какие-то все еще прекрасно видны с высоты птичьего полета. И Google может помочь на них посмотреть. Надпись из бутылок Кока-Кола. В Чили, неподалеку от города Арика, находится холм, на котором выложен огромный знак Кока-Кола. Для его создания было использовано около 70 тысяч пустых стеклянных бутылок. Соорудили его в 1986 году в честь столетия компании. Сам напиток в 2005-2015 годах был признан одним из самых дорогих брендов в мире. А появился он 8 мая 1886 года. Создал его фармацевт Джон Стит Пембертон в Атланте, в США. Но есть и легенда, согласно которой рецепт напитка был продан Пембертону одним из фермеров за 250 долларов. А название напитку придумал бухгалтер его создателя Фрэнк Робинсон. Он же, как человек, владеющий навыками каллиграфии, создал логотип Кока-Колы, который мы знаем и сегодня. На родине Кока-Колы есть и всемирный музей, посвященный напитку. И ходят слухи, что в его тайном хранилище находится рецепт самого первого состава Кока-Колы. Сейф является одним из самых охраняемых в мире, а оригинальный рецепт напитка – одним из самых секретных. Кстати, Кока-Кола – самое известное в мире слово после всем знакомого «Окей». Мари Мэн и лесная гитара. Мари Мэн, он же человек Мари и гигант Стюарта, геоглиф в Южной Австралии. Откуда человек взялся, объяснить никто не смог. Обнаружили его случайным образом. Один из пилотов 26 июня 1998 года во время рейса Куберпеди. Мари. Фигура постоянно подвергалась эрозии и через какое-то время будет стерта с лица земли. Но процесс займет время, а потому есть еще возможность полюбоваться им из иллюминатора самолета. А вот в полях Аргентины есть изображение в виде гитары. И история его такова. Жена фермера Педро Мартин Уретто из Аргентины мечтала создать лесную композицию необычной формы. Но, к сожалению, не успела, поскольку ушла из жизни из-за аневризма головного мозга. Тогда Педро решил исполнить одно из желаний своей покойной супруги и посадил более 7000 деревьев так, чтобы из них получился рисунок гитары. Затонувшие суда. В 1981 году грузовое судно Primrose из Гонконга оказалось на мелию берегов северного Сентинельского острова, где проживает дикое племя сентинельцев, встреча с которыми может быть смертельно опасной. Тот день на море бушевал шторм, а потому спасти судно было невозможно. Моряков спасли с помощью вертолетов. До того, как аборигены подготовили свои лодки и копья. Это не единственное затонувшее судно, которое можно увидеть на Google Maps. World Discoverer. Лайнер, который в апреле 2000 года проходил по проливу Сандфлай в Соломоновых островах. Потом он столкнулся с неопознанным объектом и получил пробоину. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры были спасены еще до того, как капитан корабля посадил корабль в бухте Родерик, где он находится и по сей день. Призрачный остров и кровавое озеро. В 2012 году группа исследователей из Австралии так и не обнаружила остров, размеры которого совпадают с размерами целого Манхэттена. Остров находится в южной части Тихого океана. Его называют Сэнди Айланд. Несмотря на то, что на Google картах остров есть, когда австралийские ученые прибыли туда, они увидели лишь открытую воду и никакой почвы. А в 2013 году был даже опубликован некролог острову, в котором сообщалось, что остров всего лишь результат человеческого воображения. А если посмотреть на местность за пределами Садер-Сити в Ираке, то можно обнаружить озеро ярко-красного и даже кровавого цвета. Но официальных объяснений, почему водоем имеет такую окраску, нет. Известно также, что компания Google выполняет требования от спецслужб по скрытию картографической информации в районах, где находятся объекты разной степени секретности. Тем не менее, такие точки все равно можно найти, но будут они умышленно искажены или размыты. Друзья, я надеюсь, вам понравился этот выпуск, и если это так, то поставьте ролику лайк. Не забывайте заходить на мой второй канал с Maps Education, где я рассказываю о зарубежных учебных заведениях и учебе в разных странах мира. И, конечно, пишите в комментариях, если рядом с вами есть объект, который стоит того, чтобы на него посмотреть на картах Google. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!